Татарстан, 1920-е годы, численность 2 миллиона человек, в каждой семье минимум 4, а то и 5 детей. Республика нынешняя, минимум 4 миллиона человек проживает, но в каждой семье воспитывать одного или двух детей становится чуть ли не стандартом. Чиновники хотят бейби-бума и в ожидании, когда заработают инициативы Владимира Путина. 28 ноября президент предложил выплачивать полтора года по 10 тысяч рублей за первенца. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. Сейчас татарстанские власти ждут разъяснений по поводу реализации этих мер поддержки. Понятно, что это всех не будет касаться, потому что у нас потребности разные, но я уверен, что для большинства семей, для того, чтобы первый ребенок родился, вот это материальное стимулирование будет основанием. 10 тысяч рублей в рамках всей страны – это колоссальные инвестиции в семьи. Меры поддержки могут заработать уже с января 2018-го. На мой взгляд, здесь все меры хороши. Конечно, может быть 100 тысяч, если бы давали, это было бы лучше, но где их взять? Это же еще проблема наполнения бюджета. Безусловно, по каждому законопроекту будет своя дорожная карта. Вы знаете, когда принимаются законы Государственной Думы, то к третьему чтению правительство всегда предоставляет, в том числе, перечень и те сроки, в которые будут приняты подзаконные акты. Инициативы Путина сегодня одни из главных тем на круглом столе Комитета семьи, женщин и детей. Свои идеи озвучили и депутаты. Одна из популярных вручения маткапитала за третьего ребенка. Рассмотреть получение сертификата на материнский капитал повторно за третьего ребенка и последующих детей. Еще один актуальный вопрос. Льготное питание для школьников из многодетных семей. Пока в Татарстане такие преференции есть только в ряде районов. Федеральный документ на исполнение у местных властей. Если в самом деле такие семьи есть, которые очень сильно нуждаются, и образовательное учреждение является главным источником получения горячего, полноценного питания для школьника, к нему, конечно, обязательно надо идти. Президент России предлагает снизить для многодетных и процентную ставку по ипотеке, а вот сами семьи, где воспитываются минимум четверо детей, предлагают субсидировать покупку автомобиля. Инициативы должны поддержать депутаты. Финансовая подпитка молодых семей, скорее всего, пойдет из резервных фондов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова